Суперкниги 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 Вот вы где! А вас Робик по всему клубу ищет! А в чем дело? Он же нас сам отпустил отдыхать! Отдохнули и хватит! В клубе обнаружены вредители! Чего ты сразу не сказала? Бежим, Дэн! Сигнал поступил 5 минут назад Из квадрата 4023 Неопознанный объект Проник на территорию нашего клуба Его следы обнаружены В районе кафе и почтового отдела Перед вами спасатели стоит задача Обнаружить объект Раз Вступить с ним в контакт Мирный контакт Два И выяснить его личность Кто что цель визита Ясно? Ясно! Приступайте! Что случилось? Кто-то письма разбросал Что-то Лада совсем испортилась Швыряет фантики где попало Это не похоже на Ладу Смотри! Вот еще одна! Как? Попалось! Которая швырялась Кхе-кхе-кхе Это вас кому? Это вы мне? Тебе, тебе Ты что здесь делаешь? Покушать зашла? Я... Я не покушать Я наоборот Я вам вкусненького принесла Так сказать От всего сердца Вот Вот Постой, Дэн Это наверняка Какая-то ловушка Глюк просто так ничего не дарит И еще Кто-то В почтовом отделении Все письма перемешал Кто? Не я А у нас есть Опечатки пальчиков На письма И коробочке Сравни Доравни! Прием, прием, Робик! Вредитель найден и обезврежен. Сам себя наказал. Молодцы! Молодцы! Отлично, спасатели! Выполнили задачу, ну просто великолепно! Тогда мы пойдем, Робик! Нас ждут космические корабли. Робик получит сигнал из соседей школы. Вывожу ситуацию на экран. Давай! Говорит разведчик фотокор. Мой объектив зафиксировал покушение. По заданию Робика я делал фотографии ребят, которые хотят стать спасателями. И вдруг в прицел увидел, как на заднем плане двое вредителей осуществляют коварный план. Мальчишки придумали очень злую шутку. Сейчас Алина сядет на клей и... Ребята, нужно что-то делать, только думайте быстрее. Мне удалось с помощью модулятора остановить время, но заряда хватит всего на несколько минут. Да что тут думать? Надо этих вредителей разоблачить. Предупредить девочку. А у меня идея получше. Пока фотокор своим чудо-фотоаппаратом остановит время, мы этих мальчиков тоже намажем стулья клеем. И станете такими же вредителями. У меня тоже есть идея. Давайте посоветуемся с суперкнигой. Робик, ну у нас нет времени. Для совета суперкниги всегда нужно находить время. Правильно, я согласна. Суперкнига рада послужить вам. Задайте вопрос. Вопрос принят. Получите ответ. Кто роет яму, тот упадет в нее. Так написано на моих страницах, и это правда. Если хотите получить пример, выберите формат истории. Привет, Маша. Что случилось? Кто тебя обидел? Сама себя обидела. Как? Как это? Сейчас покажу. Решили мы с подружками над Петькой пошутить. Ну, пакость сделать. А что? Он вредничает, а нам нельзя. Так вот, во время обеда в столовой насыпали ему в чай соли вместо сахара. Маша, Маша. А дальше я перепутала чашки и выпила соленый чай. Фу, какая гадость. Как это вышло? Не понимаю. А я понимаю. И тебе сейчас объясню. Есть одна история в суперкниге, которая тебе поможет. Итак, жил, был давно один пророк. Мудрый и добрый человек по имени Даниил. Он служил у царя Дания. Помогал ему мудро управлять государством. Другие советники завидовали Даниилу. Они придумали, как его погубить. По их совету, царь издал указ, чтобы все в государстве поклонялись только ему, царю. А кто не хочет, того бросать в клетку львам на съедение. И представьте себе, Даниил отказался поклоняться царю, потому что любил Бога и поклонялся лишь ему. Дарий был вынужден поступить с Даниилом согласно указу. Бросить его львам. Советники смеялись над Даниилом. Посмотрим, как твой Бог тебе спасать будет. И они увидели. Львы не тронули Даниила. Ничего себе! Но это еще не конец истории. Дарий узнал о заговоре и велел тут же выпустить Даниила из клетки. И вместо него львы получили на обед злых и коварных советников. Они попались в свою собственную ловушку. Ой! Что, Машенька? Я тоже попала в свою ловушку, которую строила Петька. Кто роет яму другому, сам в нее упадет. Так что ступай и больше не вреди. Больше не буду. Честное слово. Запомните, друзья, кто строит ловушки другим, сам в них попадает. И кто сеет злое, тот зло и пожинает. Я поняла. Предупреждать нужно не Алину, а мальчишек. Если они не изменятся, рано или поздно им аукнется их вредительство. А у нас в клубе уже был похожий случай. Помните? Андрюша по прозвищу Жвачка. Жвачка! Я помню. Я видела эту историю в нашем архиве. Оп! Посмотрим? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok как идёт, кроме одной маленькой корректировки. И осуществить её нам поможет мой давний друг, профессор Чудаков. Здравствуйте, дети! Сегодня у нас удивительный гость, изобретатель, профессор Чудаков. Профессор посидит у нас на уроке, а потом ответит на все ваши вопросы. Алиночка, уступи, пожалуйста, своё место профессору. Юра Хохлов, возьми свою тетрадь и иди к доске. Степан, принеси мне дневник Хохлова. Как у вас здесь весело! Пожалуй, я могу помочь вам, ребята. Со мной как раз моё последнее изобретение. Супер мощный клея-растворитель. Мы больше не будем! Дорогой друг, если ты ещё не решил, кем стать спасателем или вредителем, надеюсь, сегодняшняя передача поможет тебе определиться. И ты выберешь правильный путь – добро творить, а не вредить. Если у тебя возникли проблемы, звони или пиши нам. Я и мои помощники обязательно выслушаем тебя. И если надо, дадим совет, потому что в нашем распоряжении есть чудесная супер-книга. Библия, ну, до новых приключений! Пока! Желаю встретиться с собой, но торопись, тебя мы ждём. И чудесное время проведём в клубе супер-книги!